Беседы Христа последних дней Даруя свое сердце Богу, человек сможет обрести истину. Какие испытания вы способны выдержать сегодня? Смеете ли вы утверждать, что у вас есть прочная основа, что вы сможете оставаться твердыми, сталкиваясь с искушениями? Например, способны ли вы пройти испытания гонениями и преследованиями сатаны, выдержать искушения статусом и престижем, браком или богатством? В какой-то степени мы можем выдержать и пройти некоторые из них. Сколько есть уровней искушений и какие из них вы способны выдержать? Например, ты можешь не испугаться, услышав о том, что кого-то арестовали за веру Бога. И ты можешь не бояться, видя, как других арестовывают и пытают. Но когда арестуют тебя, когда ты сам окажешься в этой ситуации, сможешь ли ты выстоять? Это серьёзное испытание, не так ли? Вот, например, ты знаешь кого-то, кто обладает достаточно хорошей человечностью, пылко верит в Бога, оставил семью и карьеру, чтобы исполнять свой долг, и прошёл через множество трудностей. И вдруг однажды этого человека арестовывают и приговаривают к тюремному заключению за его веру в Бога, и ты узнаёшь, что впоследствии его забили до смерти. Является ли это испытанием для тебя? Как бы ты отреагировал, если бы это случилось с тобой? Как бы ты пережил это? Искал ли бы ты истину? Как бы ты искал истину? Подвершись такому испытанию, как бы ты заставил себя оставаться твёрдым, понимать Божью волю и в этом обретать истину? Ты когда-нибудь задумывался о таких вещах? Легко ли пройти такие испытания? Являются ли они чем-то экстраординарным? Как следует переживать исключительные события, которые противоречат человеческим представлениям и идеям? Если у тебя нет пути, имеешь ли ты право жаловаться? Способен ли ты искать истину в словах Бога и видеть сущность проблем? Способен ли ты использовать истину, чтобы определять верные принципы практики? Не этой ли способностью должны обладать те, кто стремится к истине? Как ты можешь знать Божью работу? Как тебе следует переживать её, чтобы получить плоды Божьего Суда, очищения, спасения и совершенствования? Какие истины надлежит понять, чтобы разрешить мириады человеческих представлений и претензий к Богу? Каковы самые полезные истины, которыми ты должен вооружиться? Истины, которые позволят тебе преодолеть всевозможные испытания? Насколько сейчас высок ваш духовный рост? Искушение какого уровня вы можете выдержать? Вы хоть понимаете это? Если нет, то это вызывает опасения Вы только что сказали, что можете в какой-то степени преодолеть некоторые из них Это сумбурные слова Вы должны ясно говорить о том, какой у вас духовный рост Какими истинами вы уже вооружились? Какие искушения способны выдержать? Какие испытания способны принять? Какими истинами должны обладать в ходе определенных испытаний? Какое иметь знание Божьей работы и какой путь выбрать, чтобы угодить Богу? У вас должно быть четкое представление обо всем этом Сталкиваясь с чем-либо, что не соответствует твоим идеям и представлениям Как ты переживаешь это? Как в таких случаях ты должен вооружиться истиной И какими аспектами истины, чтобы легко пройти через это? Не только разрешая свои представления, но и обретая истинное знание о Боге Не к этому ли ты должен стремиться? С какими типами искушений вы обычно сталкиваетесь? Статус, престиж, выгода, деньги, отношения между мужчинами и женщинами Это в общем основные из них И перед лицом каких искушений, с учетом вашего нынешнего духовного роста Вы способны держать себя в руках и оставаться твердыми? Обладаете ли вы истинным духовным ростом, чтобы выдержать эти искушения? Можете ли вы действительно гарантировать, что исполните свой долг должным образом И не совершите ничего такого, что нарушает истину или создает помехи и беспокоит Является неповиновением и мятежом или огорчает Бога? Нет Итак, что же вы должны делать, чтобы исполнять свой долг, как подобает? Прежде всего, вы должны исследовать себя во всем, чтобы увидеть Соответствует ли ваше действие истине принципам? Нет ли в них небрежности? Нет ли в них элементов мятежа или противления? Если есть, вы должны искать истину, чтобы исправить это Кроме того, если вы чего-то о себе не знаете, то должны искать истину, чтобы исправить это Если с вами разобрались и подрезали, вам следует принять это и подчиниться Если люди говорят, придерживаясь фактов, вы ни в коем случае не можете спорить с ними и вступать в пререкания Только тогда вы сможете познать себя и искренне раскаяться Люди должны выполнить требования этих двух аспектов и иметь истинное вхождение Так они смогут достичь понимания истины Войти в реальность и испанять свой долг на приемлемом уровне Некоторые люди говорят Когда со мной что-то случается, чаще всего я не знаю, как искать истину А даже если знаю, то не нахожу ответа Я молился, искал и ждал, но безрезультатно Я не знаю, что делать Я хочу отыскать слова Бога, чтобы найти решение Но их так много Я не знаю, какой раздел Божьих слов лучше подходит, чтобы решить эту проблему Что же им делать? На этот случай есть минимальный стандарт Если с вами что-то случается, и вы не знаете, что делать Самое главное – следовать своей совести Это спасательный круг и основание Которого следует держаться в первую очередь Кроме того, это принцип практики Так насколько решающим является голос совести в каждом человеке? Если человек не понимает истины То насколько большую роль может сыграть его совесть Зависит от его человеческих качеств Если этот человек не понимает истину И не поступает по совести И ты не видишь, чтобы этот человек в своих поступках В каком бы то ни было отношении Учитывал Божьи намерения И не видишь, чтобы его сердце было хоть немного богобоязненным Если ты не видишь ничего из этого То разве можно считать, что у этого человека есть совесть и человечность? Что это за человек? Точное определение ему – человек без человечности В своих поступках он не руководствуется ни разумом, ни совестью Выходя за рамки человеческого поведения Некоторые люди не понимают многих истин Они не понимают принципов ни в чем из того, что делают И сталкиваясь с проблемами Не знают, как правильно с ними справляться Как им следует практиковать в этой ситуации? Самый минимальный стандарт – это поступать по совести Это исходное условие Как следует поступать по совести? Поступай, исходя из искренности Будь достоин Божьей доброты Достоин жизни, данной тебе Богом И данной Богом возможности достичь спасения Является ли это влиянием твоей совести? Когда ты будешь соответствовать этому минимальному стандарту Ты обретешь защиту и не совершишь серьезных ошибок Тогда ты уже не сможешь так легко ослушаться Бога Или уклониться от ответственности И не будешь склонен поступать небрежно Кроме того, ты уже не будешь склонен строить планы о том Как ухищрениями заполучить положение Почет и благосостояние И как устроить собственное будущее Вот какую роль играет совесть Самое основное и важное Что должно быть у человека в его человечности Это совесть и разум Эти две составляющие Самые фундаментальные и ключевые Если у человека нет совести И нет свойственного нормальной человечности разума То что же это за человек? В общем, это человек без человечности Человек с крайне скудной человечностью Если говорить более подробно Какие проявления утраченной человечности демонстрирует такой человек Попробуйте проанализировать Какие черты присущи таким людям И какие конкретные проявления мы можем наблюдать в них Они эгоистичные и подлые Эгоистичные и подлые люди поверхностны в своих действиях И отстраняются от того, что их лично не касается Они не считаются с интересами Божьего дома И не проявляют заботу о Божьей воле Они не обременяют себя исполнением своего долга Или свидетельством о Боге И не имеют никакого чувства ответственности О чем они думают, когда что-либо делают? Их первая мысль такова Узнает ли Бог, если я это сделаю? Увидят ли это другие люди? Если другие люди не видят Что я прилагаю все усилия и усердно тружусь И если Бог тоже этого не видит То мне нет смысла тратить столько усилий Или страдать из-за этого Разве это не крайний эгоизм? Это также очень низменная мотивация Когда они думают и действуют подобным образом Играет ли здесь какую-либо роль их совесть? Стоит ли винить в этом их совесть? Нет Их совесть здесь ни при чем И ее не стоит винить Есть люди, которые независимо от выполняемых ими обязанностей Не берут на себя никакой ответственности Также они не спешат сообщить Об обнаруженных ими проблемах своему начальству Когда они видят Что другие препятствуют и мешают Они закрывают на это глаза Видя, что злые люди творят зло Они не пытаются их остановить Они не защищают интересы Божьего дома Не принимают во внимание свой долг и ответственность Исполняя свой долг Такие люди не делают никакой реальной работы Они жадные до комфорта человекоугодники Они говорят и действуют Только во имя собственного тщеславия Славы, статуса и интересов И желают посвящать свое время и усилий Исключительно тому, что приносит им выгоду Действия и намерения подобных людей Понятны каждому Они появляются всякий раз Когда есть возможность продемонстрировать себя Или получить благословение Но если шанса продемонстрировать себя нет Или как только наступает время страданий Они исчезают из виду как черепаха Прячущая голову в панцирь Есть ли у такого человека совесть и разум? Укоряет ли себя человек без совести и разума Который ведет себя подобным образом? У таких людей нет склонности к самобичеванию Совесть подобных людей никуда не годится Они никогда не испытывают укора в совести Так разве они могут почувствовать порицание и дисциплину Святого Духа? Нет, не могут Работа Святого Духа основана на принципах И для нее есть предварительные требования В каких людях обычно Святой Дух осуществляет свою работу? Каким предварительным требованиям должен соответствовать человек Чтобы получить работу Святого Духа? Те, кто верит в Бога Должны понимать тот минимум Которым они должны обладать Чтобы обрести работу Святого Духа По самой меньшей мере У них должны быть совесть и честное сердце И в их совести должен присутствовать элемент честности Твое сердце должно быть честным И принимать Божью проверку Те, кто смеет не принимать Божью проверку Нечестные люди И они не верят в Бога искренне Люди всегда говорят Что Бог исследует сокровенную глубину человеческого сердца Что Он видит все Что человек видит внешнее А Бог видит сердце Но почему люди не могут принять Божью проверку? Почему они не могут слушать Божьи слова И подчиняться Ему? Все объясняется тем Что люди понимают только слова и доктрины Но не любят истину Почему некоторые люди Не способны принять работу Святого Духа Всегда находятся в негативном, подавленном состоянии Не знают радости и мира Тщательное исследование их состояния показывает Что они не задумываются о том Чтобы быть сознательными Не имеют честного сердца У них низкий уровень Они не прилагают усилий Чтобы приблизиться к истине Поэтому очень редко находятся в нормальном состоянии Те, кто любят истину Другие Они всегда стараются приблизиться к истине Их состояние улучшается по мере того Как они постигают аспекты истины И постигая аспекты истины Они способны решить некоторые реальные проблемы Поэтому их состояние постоянно улучшается И становятся все более нормальным Что бы с ними ни случилось Они редко негативны И способны жить в присутствии Бога В каждый период времени Они всегда достигают результатов и знаний И всегда добиваются успехов при выполнении долга Распространяя Евангелие Они способны завоевывать людей И выполняют любые свои обязанности На основании принципов Откуда берутся эти достижения? Это результаты частого чтения Божьих слов И получения просвещения Озарения и понимания истины Результаты, достигнутые с помощью работы Святого Духа Только если ты имеешь честное сердце Совесть и разум Которыми должна обладать человеческая природа Святой Дух может произвести над тобой свою работу Все ли вы понимаете правила работы Святого Духа Над какими людьми Святой Дух осуществляет свою работу Обычно Святой Дух работает над теми, кто честен сердцем Он работает над теми, кто испытывает трудности и ищет истину Бог не признает тех, в ком нет человечности У кого совсем нет ни совести, ни разума Если человек честен, но его сердце временно отдаляется от Бога Он не хочет пытаться стать лучше и завяз в негативном состоянии Не молясь и не ища истину, чтобы решить все это, не желая сотрудничать В таком состоянии временного помрачения Временной деградации Святой Дух не делает свою работу Насколько же менее вероятно то, что Он проделает ее над тем У кого по сути нет представления о человечности Он определенно не будет делать ее Что делает Бог с таким человеком, у которого нет ни совести, ни разума Который совсем не любит истину Он не обращает на него внимания Есть ли надежда для таких людей? Есть только одна ниточка надежды Единственный выход для них – истина покаяться Стать честными людьми и только в этом случае они смогут обрести работу Святого Духа Прежде всего, ты должен открыть свое сердце Богу и искать у Него истину А когда поймешь истину, ты должен быть способен притворять ее в жизнь и подчиняться Божьим обустройствам, что вкупе означает отдать свое сердце Богу Только в этом случае Бог сможет принять тебя Сперва ты должен отречься от своей плоти Отказаться от своего тщеславия и гордости Отказаться от собственных интересов Отдаться выполнению долга умом и телом Выполнять долг с покорностью в сердце и верить в душе, что не важно, какие страдания ты претерпеваешь, если угождаешь Богу Если сталкиваясь с трудностями, ты молишься Богу и ищешь истину Смотри, как Бог ведет тебя Есть ли в твоем сердце мир и радость Есть ли у тебя это свидетельство Если хочешь обрести работу Святого Духа Сначала ты должен истинно покаяться Полностью отдать себя Богу Открыть свое сердце в его присутствии И отказаться от мусора, который ты так ценишь Престижа, выгоды и статуса Если ты продолжаешь стремиться к этим вещам Но при этом хочешь потребовать от Бога великих благословений Признает ли он тебя? Работа Святого Духа требует соблюдения предварительных условий Бог — это Бог-ревнитель, Святой Бог Если люди всегда стремятся к престижу, выгоде и статусу И от начала до конца не могут отказаться от этих вещей Если их сердца закрыты для Бога Если они не осмеливаются открыться Ему Если они всегда отвергают Его работу и водительство Тогда Он не будет ничего делать Бог не должен выполнять свою работу над каждым человеком Заставляя тебя сделать то или иное Бог не заставляет тебя Только злые духи заставляют людей делать то или иное Даже силой овладевая человеком, чтобы контролировать его Работа Святого Духа очень деликатна Настолько, что когда Он движет тобой Ты даже не чувствуешь этого Тебе кажется, что ты бессознательно понял что-то и пробудился Вот как Святой Дух движет людьми Поэтому, если человек желает обрести работу Святого Духа Он должен истинно покаяться и истинно сотрудничать Как ты отдаешь свое сердце Богу? Когда с тобой что-то случается Ты должен объявить Богу, что не будешь полагаться на себя Отдать свое сердце Богу означает Позволить Богу быть хозяином в твоем доме Кроме того, ты должен отказаться от вещей Которые препятствуют тебе практиковать истину Таких как репутация, статус, тщеславие и гордость Позволить Богу руководить тобой Позволить своему сердцу покориться Ему Позволить Ему править в твоем сердце И действовать в соответствии с Его словами Как только ты сможешь отказаться от того Чем тешится плоть И Бог увидит, что ты больше не несешь бремя А предстаешь перед Ним с покорным сердцем Желая слушать Его слова И подчиняться Его обустройствам и планам Позволяя Ему действовать Позволяя Ему руководить Как только Бог увидит, что ты настолько искренен Тогда Святой Дух совершит свою работу Для начала ты должен истинно покаяться Обратить свое сердце к Богу Серьезно задуматься о Его воле и перелагать усилия в стремлении к истине Ты не можешь быть негативным и ленивым, а тем более упрямым Если ты все время хочешь руководить Быть хозяином в своем доме И действовать в соответствии со своими предпочтениями Что это за отношения? Что это за состояние? Это непокорность и сопротивление Ты думаешь, что Бог должен спасти тебя? Что Он не сможет обойтись без тебя? Так ли это? Почему работа Бога в последние дни обращена к язычникам? Почему Он не совершает ее в Израиле? Почему Он не совершает ее в религиозном мире? Они слишком мятежны и противятся Богу Поэтому Он обратил эту работу на язычников Как Бог смотрит на это? Бог спасает тех, кто принимает истину Не важно, происходит ли их обращение из религии Или они принимают эту работу, будучи язычниками Бог милостив к тем и спасает тех, кто принимает истину Ясно ли это всем вам? Абсолютно все, что делает Бог Является в высшей степени значимым И несет в себе характер и мудрость Бога Конечно же, людям нечем похвастать Когда они понимают Божью волю И покоряются его обустройством Не думай, что ты смышлен Или что ты любишь истину Или что ты гораздо сильнее других людей То, что ты смышлен в одном вопросе Не означает, что ты обязательно смышлен и в другом Поэтому ты должен часто молиться И искать истину во всем Ты должен исследовать все свои поступки Чтобы увидеть Обладаешь ли ты богобоязненным сердцем Согласуются ли они с истиной И могут ли они соответствовать Божьей воле Вне зависимости от того Находится ли ваша человечность На приемлемом уровне Или на уровне нормальных совести и разума Бог доволен только теми людьми Которые стремятся к истине Стремление к истине и вхождение в жизнь бесконечно Если у человека есть только совесть И он действует по своей совести Этот принцип не отвечает стандарту истины Человек также должен идти на жертвы Прилагая усилия в стремлении к истине Вести себя так, как требует бог И хорошо выполнять свой долг В соответствии с его требованиями Только стремясь к истине таким образом Он сможет достичь вхождения в жизнь Понять и обрести истину И исполнить Божью волю Есть люди Обладающие некоторой человечностью И в какой-то степени Совестью и разумом И поэтому они думают Если я буду выполнять долг Опираясь на свою совесть Это будет достойно Бога Правильно ли это? Может ли стандарт совести Заменить собой истину? Можете ли вы покориться Богу Действуя по своей совести? Можете ли вы исполнить Божью волю? Способны ли вы питать отвращение к сатане И отречься от него? Можете ли истинно любить Бога? Можете ли посрамить сатану? Когда вы ведете себя по совести И является ли это истинным свидетельством? Ни одной из этих целей Невозможно добиться Что представляет собой стандарт совести? Совесть – это чувство в человеческом сердце Суд сердца И он основан на ценностях Нормальных человеческих качеств Зачастую Статьи закона и представления морали Основываются на чувстве совести И таким образом Чувство совести Запросто использует статьи закона И представления морали В качестве стандарта Итак Чувство совести далеко отстает От стандарта истины Более того Оно подвержено эмоциональным ограничениям Либо же его обманывают И вводят в заблуждение Приятные слова Что приводит к множеству ошибок Если люди не понимают истину То они поддаются дьявольскому обману И позволяют сатане воспользоваться Преимуществом над ними Поэтому действия по совести Сильно не дотягивают До соответствия требованиям Бога Вы также должны прилагать усилия В стремлении к истине Только понимая истину И выполняя долг В соответствии с принципами Можно выполнить Божьи требования Стандарт истины Намного превосходит стандарт совести Можете ли вы получить похвалу от Бога Просто выполняя свой долг По совести Нет, не можете Вы не можете удовлетвориться Выполнением долга Действуя по соображениям совести Потому что совесть Не может заменить истину А тем более Божьи требования Так вам не заслужить похвалу от Бога Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok